Арифметические последовательности позволяют компактно записывать большие списки, обладающие некоторой простой линейной регулярностью. Однако у нас могут быть гораздо более сложные конструкции, порождающие нам списки. Нет ли какого-то синтаксического сахара, который позволяет нам работать с более сложными способами генерации? Такой синтаксический сахар есть, он носит название list comprehension. На русский язык это переводится выделение списков, и тогда говорят еще термин генератора списков. Давайте посмотрим, как это работает. Для начала определим некоторый список, с которым мы будем работать дальше. Это список значений от 1 до 20 включительно. Вот такой список у нас будет в качестве базового. Синтаксис выделения списков следующий. Мы, во-первых, пишем квадратные скобки, говоря, что это список. Во-вторых, в середине ставим вертикальную черту. Вертикальная черта разделяет две части. Здесь у нас будут некоторые элементы, которые принадлежат списку, описанные через некоторую переменную. А здесь переменная будет присутствовать. Давайте напишем слева в следующем синтаксисе. список x берется из xs. Стрелочка, направленную в левую сторону, означает, что у нас список xs, который, я напомню, содержит значения от 1 до 20, просто перебирается. Все x, которые в xs входят, будут у нас обрабатываться. Здесь же, слева, от вертикальной черты, мы пишем некоторое выражение, которое мы хотим получить. Ну, например, давайте сконструируем список квадратов. x квадрат. Список квадратов от всех x, взятых из списка xs. Вот это синтаксис выделения списков. Здесь мы говорим, что мы должны пробежаться по списку xs, вынуть из него все значения, выполнить над ними операцию и свернуть их в некоторый результирующий список. Такой синтаксис записи, на самом деле, очень похож на запись, которая, возможно, вам знакома из теории множеств. Если рассматривать эти скобочки как фигурные множества, этот значок стрелочки как значок принадлежит, а здесь некоторое выражение, то мы получаем множество x квадрат, где x принадлежит другому множеству xs. То есть из некоторого исходного списка выделяется некоторый другой список. Более того, синтаксис выделения списков гораздо более богат. Это базовый синтаксис. Давайте мы теперь в теории множеств мы можем наложить дополнительные условия. В list comprehension мы тоже можем наложить дополнительные условия на x. Мы пишем, например, что x меньше 200. То есть нас интересуют те значения, ну, конечно, не x меньше 200, а x квадрат меньше 200. Нас интересуют те результаты, которые меньше 200. То есть, во-первых, у нас накладывается условие, что x берется из некоторого большего множества, и, во-вторых, накладывается некоторый предикат. Предикат должен идти через запятую после вот этого вот условия, потому что переменная x должна быть определена, она как будто бы определяется вот здесь, в этом выражении, а после уже может использоваться. Ну, вот теперь мы ограничиваемся вот этим вот подсписком. Мы его визуально видим здесь, потому что у нас список маленький. Ну, давайте запустим это и... Да, я там лишний добавил точку с запятой. Запускаем и получаем действительно вот тот список, который нам нужен. То есть, мы можем использовать здесь, а в списке генераторов, как говорят, эта штука называется генератором, в списке генераторов мы можем использовать еще и некоторые условия, наложенные на значения, которые у нас здесь имеются. Более того, в списке генераторов у меня может быть не один генератор, а несколько. Ну, давайте приведем соответствующий пример. Давайте теперь в качестве исходного списка возьмем гораздо более простой список, список 1, 2, для того, чтобы проще увидеть, как все работает. И здесь тоже напишем второй генератор Y принадлежит, ну, или происходит из, можно по-разному читать эту стрелочку влево, из того же самого списка 1, 2. И здесь мы напишем, конечно, теперь у нас есть два генератора X и Y, давайте будем возвращать пары, состоящие из X и Y. Слева мы тоже можем писать любое выражение, которое содержит переменные, ну, в данном случае переменные X и Y, в предыдущих примерах переменную X. Итак, мы хотим получить список пар, в котором X происходит из списка 1, 2, а Y тоже происходит из списка 1, 2. Ясно, что таких пар 4, ну, вот они перед вами. Ясно, что список, в отличие от множества, это вещь упорядоченная, поэтому возникает вопрос, какой же порядок имеется. Правило такое, чем правее у нас находится генератор, тем чаще он меняется. То есть сначала берется первый элемент отсюда и первый элемент отсюда, а дальше мы пробегаемся по списку самому последнему, самому правому. То есть первый элемент это 1, 1. Дальше мы берем из первого списка единичку, из второго списка двоечку. Второй список кончился, значит у нас Y опять сбрасывается на единичку, а X уже становится двоечкой. Ну и так далее. Чем больше генераторов, тем больше, естественно, у нас возможных комбинаций. Но правило всегда заключается в том, что правый генератор меняется чаще всего. Как будто бы это секунды, это минуты, ну а это часы. Ну и наконец давайте решим задачку уже более содержательную. Давайте с помощью выделения списков, с помощью механизма List Comprehension, найдем пифагоровые тройки. То есть те тройки значений, которые представляют собой целочисленные стороны прямоугольных треугольников. Ну давайте начнем. Нам нужно сгенерировать список. Мы пишем, что это список. Дальше мы говорим, что нас интересует тройка X, Y, Z. Дальше мы должны ограничиться каким-то множеством. Понятно, что пифагоровых тройках бесконечное множество, но генераторы не очень настроены на работу с бесконечными множествами. Поэтому давайте ограничимся нашим исходным списком. Помните, у нас был список X, который содержал значения от 1 до 20. Давайте мы скажем, что X у нас берется из промежутка от 1 до 20, то есть из X, первый генератор. И Y берется оттуда же. Это второй генератор. Ну и наконец Z берется оттуда же. Это третий генератор. Дальше мы должны наложить некоторые условия. Ну, единственное условие необходимое, это, конечно, теорема Пифагора. Мы говорим, что X и Y это катеты, а Z это гипотенуза. То есть, поскольку треугольник прямоугольный, то должно выполняться X квадрат плюс Y в квадрате равняется Z в квадрате. Однако здесь некоторые тройки будут повторяться несколько раз с переставленными X и Y. Для того, чтобы избежать этого, мы должны написать некоторые дополнительные неравенства. Ну, давайте потребуем, что X был бы меньше или равен Y. Это еще одно условие. Теперь повторения уже не будет. Вот перед нами некоторая программа, которая возвращает нам Пифагорова тройки. Вот они перед нами, классическая Пифагорова тройка. Ну и еще ряд Пифагоровых троек, в которых элементы не превышают значения 20. Продолжение следует...